Командный чемпионат России по легкой атлетике проводится в Сочи на нескольких площадках. В Адлере, на стадионе «Юность» и на центральном стадионе. Принимают участие более 600 спортсменов. Это сильнейшие команды из регионов России. Погода сегодня нас радует, сами видите. Тут дожди заливали, а тут солнышко выглянуло, спортсмены довольны все. И сейчас посмотрим, как будут по результатам. Ребята все в принципе в кондиции. Большинство лидеров нашей сборной здесь как раз выступает. Ну, повторюсь, что это только начало сезона, поэтому ребята так, скажем так, пристрелочный старт. И это первый старт нашего летнего тура, который будет в связи с отсутствием международных стартов, за исключением там 10 человек, которые получили индивидуальный доступ, допуск. Первый день соревнования в прыжках шестом выдался солнечным, но немного ветреным, что мешало некоторым спортсменам взять запланированную высоту. Одни сходили в дистанции, взяв высоту 4.20, другие преодолели 4.40, а вот Анжелика Сидорова замахнулась на 4.70, но остановилась на 4.60. В этот раз не справилась, хотя может прыгать гораздо выше. Сама говорит, сочинский результат не показал мою готовность. В принципе, я удовлетворена с сегодняшним результатом, поэтому не могу сказать ничего плохого. Да, там сегодня чуть-чуть подобрали шесты, потому что первый старт, опять же, всегда так, каждый год начинаем. Для многих лидеров легкой атлетики этот турнир станет первым серьезным испытанием в этом летнем сезоне. У нас есть две подруги, они тоже прыгают в шестом, они постарше, они участвовали в чемпионате России. Нам очень понравилось, как они прыгали. Жаль, что у них не получилось то, что планировалось. А так, нам очень понравилось, как прыгала Краснова Ангелина и, конечно, Анжелика Сидорова, чемпионка Европы. На стадионе Центра спортивной подготовки «Югспорт», а также в «Адлере» соревнования продлятся еще и завтра. Тогда и будет определен победитель. В прошлом году в командном зачете победу одержала сборная Санкт-Петербурга.